Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете про правильное питание, как правильно пить воду, что такое здоровый образ жизни и как его правильнее вести, занимаясь профилактикой, чтобы реже попадать на лечение. А сегодня решил написать видео про один очень важный компонент. Потому как часть людей утверждает, что они от его употребления отказались полностью. Они от него независимы. Часть людей употребляет этот компонент в исключительно чистом виде. Но относительно непродолжительное время. Большинство же употребляет как придется и с чем придется. И вот здесь я как врач-диетолог не могу с этим согласиться. Я немножко покатался по Украине, по Европе. Парадокс состоит в том, что в Украине этот компонент в лучшем виде употребляют жители сел, небольших населенных пунктов. В Европе хуже всех употребляется этот компонент из тех городов, которые я видел в Амстердаме. Немножко лучше, но все равно плохо с ущербом для здоровья его употребляют в Мюнхене, в Дрездене, в Париже, в Риме, в Неаполе, Будапешт, Прага. Я исколесил около 30, если не больше, городов Европы. И мне понравилось, как употребляют этот компонент. Очень важный, на мой взгляд. Жители Венеции и жители пяти городов. Есть такие пять городов в Италии. Чинквит-Ере. Так вот, в четырех из них употребляется этот компонент исключительно правильно. Правда, население этих пяти городков колеблется где-то от 300 человек до 2000. То есть, относительно немного людей знают, как компонент этот использовать правильно. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему без этого компонента, на мой взгляд, очень сложно ожидать высокое качество жизни, а тем более, достичь активного долголетия. Вы также узнаете, с какими другими компонентами правильнее его употреблять, чтобы ваше здоровье было все-таки достаточно прочным. Смотрите видео дальше. Дальше будет еще интереснее. Полностью отказались использовать этот очень важный компонент, я бы сказал, жизненно важный компонент здорового образа жизни. Солнцееды. Это группа людей, которые утверждают, что им достаточно энергии солнца, которую они получают непосредственно. Поэтому другие источники энергии, питания, их в принципе не интересуют. Но! Не торопитесь брать калькулятор и подсчитывать, сколько денег теперь вы сможете сэкономить на этой системе питания. Потому как это не просто система питания. Ешьте это, не ешьте это. Это совершенно иная философия, совершенно иной образ жизни. Во много раз сложнее, чем те рекомендации, которые вы услышите далее на моем канале. Но в одном из видео я свое отношение к солнцеедению выскажу. Частично, какую-то часть своего дня, некоторые представители некоторых профессий также этот очень важный компонент здорового образа жизни используют в чистейшем виде. Ну, скажем, это альпинисты, летчики, ну и представители некоторых других специальностей. Врачи, понимая важность этого компонента, также частично некоторых своих пациентов переводят на этот компонент в чистейшем виде. Все же остальные используют его по своему усмотрению. Как придется, когда придется и с чем придется. Вот очень важно, с чем придется. Потому как потребность в этом компоненте относительно невелика. В состоянии покоя примерно 250 мл. Может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Тут, конечно, многое зависит от веса, от возраста, от пола. Потому как есть поправки в разных ситуациях. При физических нагрузках, при занятиях спортом, конечно, потребность резко увеличивается. Причем увеличиваться может в разы. И вместо 250 мл Вам, возможно, понадобится 4 и 5 литров. Но! Очень важный момент. Казалось бы, 250 мл чего-то можно употребить. Это не сложно. Но это потребность ежеминутная. А таких минут сутков 1440. И вот здесь возникают сложности. Не только с правильным употреблением этого компонента. Очень важного компонента. Но и с сопутствующими лицами, которые идут неизменно с ним, если Вы не употребляете его в чистом виде. Это кислород воздуха. В воздухе содержание кислорода примерно 20%. Иными словами, в 5 раз большее, ну в 4 раза большее количество других газов, а также содержащихся в воздухе, пылевых частиц, частиц гари, иных газов, кроме нейтрального газа азота, содержатся там. И огромное количество вот этих компонентов попадает с вдыхаемым воздухом через органы дыхания. Я уже не говорю про миллионы микроорганизмов, которые находятся в каждом миллилитре вроде как чистого воздуха. А там же находятся споры бактерий. Бактерии сами. Там находятся споры грибов. Там находится пыльца. То есть достаточно много различных сложных компонентов. Попадая в организм человека, они провоцируют различные заболевания. Или иными словами, испытывают вашу генетику. Если вы не знаете, как правильно подготовить воздух к вдыханию, очень сложно делать вдох. Но не делать вдох нельзя. Кислородное голодание оно самое короткое. Всего 5 минут без кислорода и клетки мозга начинают гибнуть. А также клетки других органов. Сердце имеет запас по кислороду, по питательным веществам на 1-2 сокращения. Поэтому даже небольшая, буквально на несколько секунд гипоксия мышцы сердца уже приводит к ее повреждению. И почему, как вот использовать, как разным воздухом правильно пользоваться, понимая, что в разных местах планеты Земля воздух разный, и отношение мое к воздуху в разных частях света. Вы узнаете прямо сейчас. Почему я считаю, что жителям небольших населенных пунктов в Украине повезло больше? Просто удаленность от крупных промышленных центров либо мегаполисов естественным образом создаёт более благоприятные условия в окружающей их среде и воздух более чист. Даже в Киеве. Мегаполис, но в зависимости от направления ветра, киевский смуг смещается в ту или иную сторону, освобождая часть Киева и делает там воздух более здоровым. Именно поэтому мне не очень нравятся отношения к своему здоровью жителей Голландии. Я был в Амстердаме. Достаточно плотный поток автомобилей. Я понимаю, что двигатели у них более-менее отрегулированы. Но! Чистый воздух, горный воздух не выходит из выхлопной трубы. Всё равно там будут выходить продукты неполного горения, топлива. Если рядом едет велосипедист и активно крутит педали, он потребляет больше воздуха, потому что ему нужно больше кислорода. И с воздухом он неизменно получает. И в большем количестве нежелательные для его здоровья вещества. И в одном из видео я расскажу, как правильно подготовить лёгкие к такой ситуации, чтобы не страдала очень важная система, кардиореспираторная. Потому как, да, конечно, можно перевести свой организм на альтернативный путь получения кислорода. И такой вариант тоже есть. Но это тоже достаточно сложные, уникальные условия. И в одном из видео я об этом тоже расскажу. Большинство это, ну, к сожалению, по их образу жизни, недоступно. Поэтому нужно правильно дышать. И дышать правильным воздухом. И такие видео со временем появятся на моём канале достаточно скоро. Правда, голландцам немножко повезло в этом вопросе. Рядом Гольфстрим. И в зависимости от направления ветра чистое небо в течение буквально каких-то десятков минут может закрыть сплошная облачность и пойти дождь. Который очистит воздух. И в этом случае, конечно, у них большой плюс. Правда, серьёзные испытания для вегетативной нервной системы, для сердечно-сосудистой системы, потому как резкое изменение атмосферного давления влечёт за собой соответствующие изменения давления артериального. Если организм успевает компенсировать такие изменения, он здоров. Если не очень успевает, ну, возможно, разные варианты. Жителям более удалённых частей центральной Европы повезло в этом плане меньше. Я был в Германии. Немцы, к сожалению, ездят очень быстро. И едва уворачиваешься от них. И в Дрездене, и в Мюнхене. И в других городах я был. Ну, не самое лучшее понимание, как относиться к своему здоровью правильно. Мне нравятся жители Женевы. Женевское озеро. Относительно далеко автомобильные трассы. И более-менее чистый воздух. Хотя озеро, как вы понимаете, в глубинке. И выхлопные газы более тяжёлые. Они как раз сходят к берегу Женевского озера. Правда, Женевцы молодцы. Когда фотографируешь, у него бег на месте включается. Пока не сфотографируешь, не макнёшь, и он побежал дальше. Воздух относительно более чист. Помогает Женевский фонтан. Умницы, кто его придумал, кто его там поставил. Всё-таки распыление водных масс создаёт условия такие лёгкого дождика, который очищает воздушный бассейн в этом случае. Немножко хуже был в салонниках. Ну, прекрасный контраст. С одной стороны бухта, открытое море, с другой стороны город, достаточно оживлённая магистраль, и между ними пешеходные и велосипедные дорожки. Заниматься спортом конечно в таких условиях можно, но достаточно сложно иметь приличный запас здоровья. Почему мне нравятся жители Венеции? Я более 10 раз был в Венеции и не увидел ни одного венецианца, который бегал бы по старой Венеции. Потому что старая Венеция и новая Венеция, которая обросла вокруг, это две большие разницы. Новая Венеция. Там достаточно много автомобилей и беговые велосипедные дорожки там есть. Заниматься спортом там не самый лучший вариант. Старая Венеция достаточно компактна. Для велосипедных дорожек просто не хватает места, потому как пешеходная дорожка она достаточно узка и люди крупной комплекции там могут с трудом разминуться в некоторых местах. И мне нравятся жители старой Венеции в плане их отношения к своему здоровью. Она очень такое разумное по-украински померкованное. И это здорово. А дышат они чистейшим воздухом, потому что вокруг несмотря на присутствие каналов с не самой проточной водой все-таки достаточно чистый воздух. Чинквотьеры то, что я обозначил в предыдущей части видео. Пять городов в Италии четыре они отсутствуют у них отсутствует автомобильное движение. Просто по географическому их положению там невозможно перемещаться на автомобиле. Это достаточно небольшие компактные городки. Очень красивые. Кто не был, советую посетить. Но там бегающих людей тоже не видел. Да, ходить ходят. Бегать не бегают на велосипедах не ездят. Но дышат чистейшим воздухом. Я думаю, что спуск из дома в магазин и вернуться обратно достаточно хорошая нагрузка и без того, что без экстрима. Важно это делать правильно. В одном из видео я расскажу, как правильно дышать во время разных видов нагрузки. Это будет следующее видео на этом канале. А пока в следующей части этого видео я расскажу основные компоненты воздуха, которым вы дышите и ради чего вы дышите и как их правильно использовать. Самый главный компонент при истощении мобильных запасов, которого в организме собственно и делается вдох, это кислород. С потребностью от 250 мл в покое до 4-5 литров при интенсивной физической нагрузке. И здесь от количества кислорода зависит знак равенства количества образующихся свободных радикалов, который должен успевать гасить ваш организм, потому как радикалы это фактор повреждения, фактор преждевременного старения. Второй компонент, который должен быть в воздухе, это влага, потому как воздух вольвелы, где идет собственно газообмен, должен быть практически полностью насыщен водяными парами. Если вы неправильно готовите воздух, используя разные виды кондиционирования его, вы тоже имеете возможность повреждать свои легкие. Очень важный момент, как правильно дышать. Потому как несущественно какая экология вас окружает. Если воздух в данном случае штиль, то экология соответствует составу вашего воздуха. Если движение воздуха от легкого бриза до ураганного ветра, вы понимаете, что на планете Земля идет активное перемешивание воздушных масс и несущественно, где вы находитесь и из какого региона планеты вам сегодня был доставлен воздух не самого лучшего качества. Поэтому в следующем видео я расскажу как правильно дышать. А для того, чтобы вы не потерялись, не забудьте поставить лайк на это видео, подпишитесь на мой канал, тогда уведомление о новом видео придет к вам среди первых. Вы узнаете о том, как правильно дышать одним из первых. До новых встреч на моем канале.